Привет, YouTube! Привет, сообщество! Сегодня мы с вами поговорим о, скажем так, аксессуарах, если можно так выразиться, которые я использую заточки. Здесь разные вещи абсолютно для разных абсолютно вещей. Я, условно говоря, не стал сильно задумываться над этим вопросом, просто собрал все, что было вокруг рабочей зоны и приволок сюда. Сейчас я попробую по каждому отдельному элементу пройтись, объяснить, почему это я использую так. Ну и, опять же, это не истина в последней инстанции, это исключительно моя практика. Надеюсь, материал не будет затянут, я постараюсь кратенько. По многим из этих компонентов мы будем говорить в дальнейшем, уже более детально, более подробно. Начнем, наверное, слева направо. И первое, это, собственно, бумажные полотенца. Это не совсем чтобы реклама ЗЕВА и мягкого знака, это для людей, которым не хочется задумываться, какие конкретные, им хочется взять то же самое и не заморачивать себе голову. Так вот, почему их два вида? ЗЕВА, она более плотная. Я ее использую, скажем так, в большинстве своем для смыва, скажем так, убирания с абразива материала, да, шлама какого-то, металла, абразива, масла и так далее. А мягкий знак, она мягкая. И ее я собираю в такие вот маленькие тампоны и снимаю это с клинка. Здесь нужно все-таки остановиться, чтобы прояснить, почему именно такая конструкция. Когда вы будете точить ножи в достаточно большом количестве, рано или поздно вы процарапаете на ноже спуски при заточке. Причем, если вы считаете, что уйдя под плотную потоковую струю воды, условно говоря, гальванический, вид абразивов, что-то типа вот такого ДНТ, то вы застрахуете себя от царапин, то вы оптимист, не застрахуете. Вы процарапаете нож в любом случае. Когда я, грубо говоря, переходил на масло, этот переход был достаточно мучительный. И я долго переживал, думал, как это происходит, но когда начал ловить царапины уже действительно на гальваники и под водой, я уже понял, что от этого не застраховаться. Сам по себе генез про появление этих царапин мне до сих пор не ясен. Я могу только сказать, что чем острее угол, чем грубее абразив, тем больше вероятность появления царапин. Работаете вы с маслом, работаете вы с водой, разницы не будет никакой абсолютно. Это в любом случае произойдет, вопрос времени. Далее, но усугублять, скажем так, этот процесс, то есть провоцировать дополнительно, я смысла не вижу, поэтому использую вот такие маленькие тампончики из мягкой салфетки, из мягких бумажных полотенец. Использую я именно такую методику, потому что я ее подсмотрел у фотографов, которые таким образом в полевых условиях чистят матрицу на фотоаппаратах. Мне это показало вполне вменяемым, потому что матрица, она нежнее, чем ножик, а пыль, она зачастую не нежнее, чем абразив. Поэтому как бы это работает, и у меня это работает точно так же. Далее, собственно, скотч или лента, да? Теса, всем известная лента. Ну, я понимаю, что известная давным подписчикам моего канала, новым подписчикам моего канала она неизвестна, но я ее использую для оклейки зажимов при позиционировании клинка, оклейки непосредственно клинка, да вообще везде, где только можно. Штука довольно дорогая, но она значительно более живучая, чем малярный скотч, и при этом, скажем так, понятная. Она не оставляет после себя каких-то гадких клеевых слоев и так далее, и так далее, и так далее. Я постараюсь найти в интернете, грубо говоря, ее описание и вставить в описании к видео. Далее. Малярная лента для наружных работ Теса. Вот такая вот она синенькая. Ну, я думаю, по ее размеру уже понятно, для чего я ее использую. Это у меня сейчас, в данный момент, элемент бумаги. В притире, где стекло и бумага. То есть, именно на нее я наношу алмазную пасту, и это работает как притир. Об этом, будем говорить подробнее, я просто показал, что именно использую сейчас. На самом деле, вот это конкретно, на мой взгляд, во-первых, вопрос дискуссионный. Начнем с толщины, начнем с поверхности и так далее, и так далее. Потом, нужно ли это? Можно ли использовать, обойтись обычной бумагой? Вполне вероятно, можно. Просто это удобно. Здесь 25 мм ширины, на алюминиевый бланк оно наклеивается прямо ровненько, как положено. Отрезается удобно? Просто удобно. А вот этого рулона хватает довольно надолго. И стоит он, по-моему, довольно вменяемых денег. Далее, что у нас по ходу движения? По ходу движения у нас, собственно говоря, маркеры. Маркеры я использую как перманентные, так и водные. Про маркеры будем отдельно говорить. Я в моменте покажу, как это работает. Почему и перманентные, и водные? По большому счету, в большинстве случаев перманентного маркера хватает. И он удобнее. Его значительно тяжелее смыть, его снимает только абразив и так далее. Но иногда, особенно когда речь идет о тонком абразиве, неплохо бы увидеть, что происходит на тонком абразиве. И иногда перманентный маркер это чересчур. И вот в этот момент начинает работать водный. Но опять же, к этому мы еще вернемся. Дальше поехали. Чертилка с твердосплавной вставкой. Для чего она нужна? Помнится, когда мы с... Тихо. Помнится, когда мы с вами говорили о, скажем так, ступенчатой заточке. Я вам говорил, что отметку можно поставить. Вот именно для этого она и нужна. То есть, когда ты вымерил, докуда тебе надо снимать, ты ставишь эту отметку в нескольких местах и работаешь. Естественно, делать надо аккуратно. Вот так вот делать не надо. Эта штука расторапает любой клин вообще без вопросов. Вот, но в быту, наверное, ее купить довольно тяжело. Я уже не помню, где я их покупал и когда. Но, как мне кажется, вполне подойдет любая твердосплавная пластина или что-то подобное. Либо как бы тоненькая сверлышка с твердосплавными напайками. Это все вполне спокойно на любом металле оставят, грубо говоря, отметочки. Естественно, опять же, делать надо аккуратно. Потому что вы это в любом случае абразивом снимаете, но переусердствовать не нужно. Спирт понятно. Маркер он смывает. Клинок чистит и так далее. Ножик. Вот этот вот ножик я не просто так показываю. Это ножик, по-моему, Lux Tools Basic. Прал я его в Аби. Это не реклама. Поймите правильно. Это, по-моему, стопроцентная штука, которая мягче нормального железа. Нормального клинка. То есть она на клинке полос не оставляет. Есть приличные ножи. Такие такого рода строительные ножи, которые из достаточно твердых железок, которые на не очень качественном железе могут оставлять следы. Но, тем не менее, вот это вот я использую. Плюс у него маленький клиночек. Довольно удобно подрезать скотч, если это надо. Что у нас дальше? Дальше у нас паста алмазная. В последнее время я использую в большинстве своем пасту производства Виал. Виневский алмазный завод. Бывает, периодически я обращаюсь к каким-то другим производителям, но я их довольно много перепробовал. И есть, наверное, пасты качественнее. Есть, наверное. Почему, наверное? Потому что я как бы не нашел. А я еще раз хочу как бы сакцентировать. Я использую это в заточке на претирах. А вот пасты некачественнее я находил. То есть я на Али покупал такие пасты, которые выкинул буквально. Пасты, допустим, от Вики Тыч. Мне абсолютно не понравились. А эти, они есть. Они есть всегда. У них нормальная упаковка, нормальный объем. То есть ты пользуешь это достаточно недорого. Довольно удобно. Карбид, кремния. Здесь все предельно понятно. Далее, словно говоря, вот эти вот штуки. Это ватные диски. Зачем они? Они не для того, чтобы что-то протирать, как может показаться. Они существуют для проверки заусенца. То есть мы вот так его раздираем, получаем вот такую ватку. После этого ножик закрепленный, ты вот так проводишь. Если заусенец есть хоть какой-то, ну проводить надо аккуратно. Что называется, наблатыкаться на эту тему. Пожалуйста, эта штука останется на ноже. Просто видно лучше. На тонких абразивах, когда у тебя закрадывается сомнение, есть у тебя там заусенец там, где его уже не должно быть теоретически ощущаемого, эта штука довольно удобно проверяет. Что у нас дальше? Цельно фрезерованные зажимы, которые я использую на профиле. Я специально поставил именно такую конфигурацию, чтобы показать. Да, в большинстве своем работают цельно фрезерованные зажимы. Но профиль позволяет очень длинные клинки, тонкие клинки, гибкие клинки точить вот в такой конфигурации. Это довольно удобно, мягко говоря. Потому что когда клинок плавает вот так вот, и ты его зажимаешь по центру на два зажима, у него плавают края. А когда ты зажимаешь его вот тут, у него начинает плавать вот так. Кажется, что плавать не должен, но тем не менее плавает. Далее, что у нас еще по ходу? Собственно говоря, карбид кремния, помимо карбидокремния, вот эта пластина ДМТ и зубная щетка. Зубной щеткой с моющим средством я после выравнивания бруска на карбиде кремния, я всегда вот этой штукой интенсивно это дело драю. Вот эта штука зачастую у меня служит для нанесения фасок на абразив после выравнивания карбидом кремния. Я еще раз говорю, может быть вам покажется, что я здесь как бы слишком много всего наложил и показываю, но я здесь исхожу из принципа, что лучше больше показать, если человеку что-то непонятно будет, ему это будет полезно. А длительность ролика, я надеюсь, это не сильно увеличит. Поехали дальше. Я вижу вот эту штуку, я ее коснусь чуть позже. Оптические средства. Я пользуюсь лупой, как она тут называется? Эшенбах Мобилюкс. Она удобная, это 10-кратная лупа, достаточно крупная, то есть у нее просто удобно смотреть. На мой взгляд, для дома, именно для дома, когда заточка не производится там большими объемами и постоянно, одним из идеальных вариантов будет беломовский триплет 10x. Он и стоит недорого, и доступен значительно проще, чем вот это устройство, и при этом нормально работает. Его минус в том, что он размером маленький, и в него не так удобно смотреть. Наличие подсветки, по большому счету, сильно роли не играет, потому что если вы будете точить, грубо говоря, в полной темноте, в полной темноте, то как бы это будет неудобно. А если освещение рабочей зоны нормальное, подсветка там большой роли не сыграет. Когда надо посмотреть что-то покрупнее, есть вот такой вот микроскоп. Я не знаю, будет так видно, не будет. Это пиковский микроскоп 20x34-100x. Им я в последний раз пользовался довольно-таки давно. То есть, в принципе, он штука полезная. Можно много чего интересного узнать, особенно в самом начале. Но каких-то вот прям выводов, что происходит на кромке, с помощью него сделать не получится. Ну, микроскопом мы касались, но тем не менее, иногда я его использую. Далее. Песочные часы. Я уже объяснял, зачем они нужны. Когда ты работаешь, условно, в подвод и одним из мерил, одним из критериев, грубо говоря, снял ты предыдущую риску или не снял, является время. Удвоение времени при переходе на абразив с песочными часами делается проще, чем ты там замеряешь, смотришь или где-то там в голове у себя поставил отметку, что вот вроде бы я сделал, вроде бы нет и так далее, и так далее и тому подобное. С песочными часами это значительно проще. Ты об этом уже не думаешь. Что у нас дальше? Дальше у нас... О! Вазелин технический. Для чего он нужен? Не для того, в чем вы подумали. Вазелин технический нужен для того, что когда я, допустим, какой-то точилкой не пользуюсь, у меня их больше, чем одна, у меня только профилей три. Вот. Надо, наверное, как-то избавляться уже тихонько. Я же не Плюшкин. Так вот, я, скажем так, те узлы, которые мне кажутся, допустим, из углеродистой стали, из обычной конструкционной стали, я этой штукой обмазываю и заматываю в пленку. Тем самым, как бы, страхусь от коррозии. То есть, это консервант, условно говоря. Далее. Бензин-калоша. Керосин. Это штуки, которыми я смываю клей. Клей 3М7.7. Это тот клей, которым я наклеиваю иногда некоторые элементы. То есть, например, это бумага та же самая. Это разного рода пленки, наждачки и так далее. И вот, чтобы это все смыть, я использую два вот этих вот компонента. Также эта штука растворяет, в принципе, любые клеи. Ну, не любые, но разные. То есть, вот это я использую чаще всего. Перчатки нитриловые. Раньше я покупал на Али у меня была ссылка. Много перчаток за очень дешево. И я с помощью нее наносил пасту на притере. Но что-то эта ссылка куда-то потерялась. Я не нашел. В итоге в Хозмаге купил вот такие. Они вроде как вполне работают. Ну, не знаю. Но получается, по идее, дороже. Далее. Литол 24. Это консистентная смазка. Она вот для вот этого нужна. То есть, штанга профильная мажется именно у меня. Не только профиля. И у остальных точилок точно так же мажется. Единственное, наверное, на Ефимах, на которых я работаю, я смазываю вот этим вот. Потому что там консистентная смазка это слишком. Она там не нужна. ВД-шкой я не смазываю штанги. Никакие. Вообще ничего не смазываю. Потому что ВД-шка подсыхает. Становится такой мерзкой. Как бы неприятной. Ну, скажем так, она не знаю. Может быть, она не становится такой. Но у меня пару раз было неприятное, что у меня штанга клинить начала после ВД-шки. Я после этого уже ей не занимался. Но ВД-шкой я пользуюсь для другого. Иногда необходимо, условно говоря, чуть-чуть подрастворить пасту. Чуть-чуть. Я пользовался также, скажем так, смесью обычного масла машинного, вот такого, и керосина. Но впоследствии меня это задолбало, и я начал пользоваться просто ВД-шкой. А зачастую я вполне пытаюсь обходиться и вообще без какой-либо смазки при нанесении пасты. Вот эти штуки всякие, баллистолы, вот такие вот смазки, это все, что я пробовал, чтобы, грубо говоря, отойти от консистентной смазки, от литола. Литол я точно так же, кстати, использую на узле речного подъемника. Вот. И мне литол нравится больше всех. Но, тем не менее, их я тоже пробовал. Есть об этом. Об этом можно что-то сказать. Далее. Что у нас тут еще? Капроновый шнурок. Отдельно про него будем говорить. Просто сразу скажу, это та штука, которая позволяет, грубо говоря, дополнительно фиксировать ножи со спусками от обуха. Я использовал в том числе зубочистки. Зубочистки не имеют такой же стабильности и повторяемости, как капроновый шнурок. Я не знаю, какая у него толщина. Тут не написано. Нет, тут не написано. Но, в принципе, как бы подойдет практически любой, адекватно оценивая его размеры. Что еще? Так, 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 так. Об этом я во всем рассказал, об этом во всем рассказал, об этом во всем рассказал. А, во! Главное. А, не главное. Вот. Угломер. Их я использую два. Один – это обычный электронный угломер EngelCube, так называемый. И второй, который я использую, это угломер. Я, опять же, постараюсь добавить ссылку в описании. К сожалению, друзья, это приложение для iOS. Если, грубо говоря, я не думаю, что там есть разница какая-то серьезная в приложениях для Android и для iOS. Зачем я их использую два? Вот этот момент очень важный. А на профиле этот угломер встает вот так, обнуляется, а потом встает сюда, условно говоря, и так мы получаем угол, какой нам надо. Но помимо этого, нам нужно еще контролировать, условно говоря, положение клинка в зажимах. Почему? Потому что, во-первых, есть клинки со спусками от обуха, которые в жесткую не зажимаются в принципе изначально. То есть их можно зажать по-разному жестко, но по-разному. Во-вторых, как бы даже те клинки, которые имеют плоские участки и кажутся ровными, они далеко не всегда такие. И так далее, и так далее, и так далее. И вот для этих целей я использую, это, кстати, было видно в СРЦ, где я точил домостиловый сварен, я использую телефон, а не вот эту штуку. Почему? Потому что вот эта штука, она магнитная. Понимаете? И так как она магнитная, то сегодня ты точил 125-ку на 65 единицах, а завтра точишь условно iOS 8 на 58 единицах, но красивую. И вот ты набрал на себя, условно говоря, вот эту вот 125-ку в эти магнитики, а потом чуть-чуть продвинул и процарапал. Это, в принципе, возможно, я сейчас, грубо говоря, на воду дую, но смысл в том, что когда ты точишь, еще раз говорю, несколько лет, и у тебя этот процесс идет, то если ты можешь в технологическом цикле своей работы выстроить процедуру так, чтобы таких ситуаций в принципе не возникало, то лучше это сделать. Собственно говоря, именно поэтому я использую два угломера. То есть в контактной зоне я использую телефон, плюс он узкий, это достаточно удобно. А в неконтактной зоне я использую электронный угломер. Я еще раз говорю, на профиле для этого есть специальные положения, это довольно удобно. Ну и, наверное, об основном. Итак, о масле. То есть, как я уже говорил неоднократно, я затачиваю, использую в качестве СОЖ масло, в данном случае это оливковое масло, и использую воду. С водой работать, сразу скажу, не люблю. Почему не люблю работать с водой? Потому что, еще раз говорю, я работаю не один день, я работаю постоянно. И работать с водой, чтобы работать с водой постоянно, это нужно специально оборудовать рабочее место с водой, которое будет со всякими ваннами и так далее, где у тебя все под контролем, где у тебя нет грязи и так далее, и так далее. То есть, у тебя грязь, грубо говоря, контролируема. В рамках как бы маленькой мастерской, где я нахожусь, это сделать невозможно. Соответственно, приходится как-то комфорти, 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 улучшать, не надо выпендриваться, улучшать свой, как бы, ну, производственный быт. Поэтому с водой работать не люблю. Но с водой работаю. Когда? Когда происходит некий набор заточный, да, ножей, на которых будет работать водный абразив. Будь то на Нива или карбид кремния, например, Барайт. Почему не всегда? Например, условно говоря, карбид кремния можно заменить алмазом. Условно, или эльбором, к примеру. Но и альбор, и алмаз, они дороже. Просто дороже. И карбид кремния, он дешевле. Экономически, оправданно, использовать его, но использовать его неудобно, когда ты, грубо говоря, должен вынести все к раковине, все это там составить, поработать, убрать, это неудобно. Когда у тебя ножей штук 10, условно говоря, и ты их заточил, все 10, все, с утра поставил, вечером собрал. Ну, это, на самом деле, гораздо дольше происходит, но, тем не менее, суть вы уловили. Тогда работает вода. Но в последнее время я ленивый, я с водой очень редко работаю. Но, тем не менее, бывает. Так вот, масло я использую оливковое. И вот здесь важный момент. Все мы, друзья с вами, являемся в какой-то степени окостенелыми в том или ином месте. То есть, вот, если человек разбирается в чем-то, это вовсе не означает, что в этом чем-то, да, он в этом что-то, в этом чем-то, какой кошмар, что в этом он на какой-то степени на передовом крае в каждом элементе, да. То есть, есть вещи, которые мне критически важны. То есть, это качество алмазной пасты, например. Это работоспособность точилки, например, да. Это работоспособность абразивов. То есть, в этом плане я, если чувствую какую-то проблему, я буду, естественно, ее решать. Но есть вещи, которые для меня... Вот. И одна из них это сож. То есть, я на 100% уверен, что оливковое масло не является идеальным сожем для того же самого Т2 Бара и для тех же самых веневских алмазов. Я больше того, я знаю, что веневские алмазы лучше работают с мыльной водой. Просто лучше. Но они работают и с оливковым маслом у меня, и меня это устраивает. Почему оливковое масло не вот такое? Потому что, еще раз говорю, когда вы работаете раз в 2-3 месяца, заточив весь свой полножей, собрав, убрав точилку, вы можете работать с чем угодно, в том числе с обогащенным ураном. Условно говоря, в виде сожей. Когда ты работаешь с этим каждый день, и у тебя каждый день руки в этом, ну, это не совсем приятно. То есть, любое индустриальное масло, оно токсичное, и смысла в этом нет. Просто нет, когда есть вот такие варианты. С другой стороны, почему я упомянул о передовом крае? Наверняка существуют сожи, которые созданы для заточки производителями тех или иных заточных абразивов и так далее. И этот момент можно изучить дополнительно и пользоваться. И эти, допустим, масла, они будут достаточно спокойно стоить, скажем так, будут в широком доступе. Всегда можно будет купить и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в этом плане я, наверное, не являюсь человеком, который вот вам прям светлую мысль донесет. Но еще раз говорю, я и не пытаюсь донести здесь прям светлую мысль. Я пытаюсь здесь объяснить то, чем пользуюсь я и почему я этим пользуюсь. Вот примерно такая ситуация. Простите немножко за сумбур, друзья мои. Но, как мог, повторю еще раз, есть небольшие технические ограничения, которые не позволяют мне писать долго, вдумчиво и обстоятельно. Но, тем не менее, я думаю, на некоторые вопросы я ответил и буду продолжать отвечать дальше. Спасибо за просмотр. Пока! Пока!